я рада нашей с вами очередной встречи сегодня много новостей я расскажу вам о том какая выставка пройдет в москве называется шерстяной базар покажу вам мое пальто которое я завершила вязать и писать по нему мастер-класс и также покажу процесс вязания пуловера по мотивам изделие брунелла кочанели со спущенными петлями который называется свитер ангара невероятный ждал меня процесс перед тем как я решила вот это пальто взять и распустить для того чтобы переделать носила себе носила не обращала внимание а потом стала проверять все вещи смотреть где какие есть нюансы или может быть какие-то недочеты ошибки которые у меня могли быть или я их не замечала раньше я обнаружила что у пальто в первой версии вот как раз сейчас я в нем и кружусь в этом пальто нет подрезов и мне не совсем нравилось что она не прям вот знаете ли оверсайз безжалостно распустила в предыдущем ролике проходите смотрите в мои плейлисты есть то как я распускаю как я с помощью парогенератора все это распрямляю распушаю это ровничного типа пряжи секционного окрашивания купила я волеярн это в питере магазин 80 метров 100 грамм около килограмма ушло на это пальто вот сейчас даже держать так скажет ну не совсем комфортно тяжеловато но я и фотографии вам покажу здесь уже меня в этом пальто в новом и почему же я перевязала я вам сказала каким образом складывался мой процесс и с чем я столкнулась я вам сейчас расскажу несколько роликов подряд я говорю о том что когда мы берем бобину допустим или моточек и не следим за тем как он зафиксирован когда мы вяжем то у нас происходит всегда дополнительное скручивание нитки и вот когда я вязала из этой бобинной пряжи это была бобинная пряжа и стояла бобиночка у меня на полу я сидела на диванчике и сверху снимала вот эту нитку и она получила колоссальную дополнительное скручивание выяснила я это только когда распустила и отпарила свои нитки парогенератором и мне пришлось вот этот моток новый который цельный один без единого шва было связано не было обрыва ниток я вязала с единой бобины за исключением того что я потом присоединяла нитку в районе рукавов я покажу конечно же детально еще все вот эти нюансы вязания этого пальто и мне приходилось вот это дополнительное скручивание которое делала нитку тугой и пряжи не позволяла это дополнительная скрутка раскрыться потому что она невесомая пушистая легкая и мне приходилось все время этот моток в обратном направлении прокручивать чтобы это дополнительное скручивание созданное когда-то когда я вязала и у меня не было держателя бобин вот именно вот так они выглядят держатели бобин и мотков куда мы с вами ставим нашу бобину или моточек для того чтобы у нас нитка шла без скручивания те кто сейчас меня может быть даже не поняли посмотрите тоже также рекомендую предыдущие ролики где я даже демонстрирую этот эффект на ленте когда ленту мы просто тянем параллельно до полу так скажем и когда мы сверху вниз снимаем и лента получается очень сильно закручены самим производством задано определенное количество скруток на один метр есть даже такой технический параметр конечно когда мы эксплуатируем пряжи наши неправильно то получается мы этот параметр технически игнорируем и но соответственно меняем этот эту характеристику и я расскажу теперь детально что же я почему и как я перевязывала во первых мне нужна была от подрезов какая-то широкая линия которая будет визуально расширять моё пальто и я придумал это будет платочная вязка вот она здесь сейчас она у вас видна платочная вязка идет начиная от подрезов и прямо до подола изделия а на рукавах все совсем по-другому вот как раз эта линия где подрезы были выполнены посмотрите пожалуйста и потом пошли вот эта линия центральная у рукавов то она тыльная она как раз вот уменьшается я думаю вы убавление все видите и здесь необходимости сделать таким вот твердым рукав потому что все-таки платочная вязка дает какую-то некую твердость изделию в силуэте и вот сейчас прям покажу как это выглядит вот вот так вот так а зачем мне надо было вот это вот шершину я объясню вам для того чтобы мне сделать силуэт который я прямо очень сильно хотел и мне позволяло это количество пряжи сделать достаточно широкий гипер оферсайз и рукава в том числе кардиган пальто но дело в том что я хотела связать его длинней но поняла что вот это место на плечах а связано он техника реглан сверху она будет под весом этого пальто ну как бы так сказать провисать слегка одним словом я дошла до самого тонкого места на моем на моих ногах это чуть ниже колена опустилась туда на широком месте икры ну где нас икра расширяется я не предпочитаю носить пальто потому что они делают ноги такими знаете ли столбцами ну это мои предпочтения можете вязать ваше пальто или платье до того до той длины которая вам комфортно для меня это была средняя длина не максим вот и сейчас поговорим теперь еще и про рукава убавление происходили каждые 10 петель узор если вам видно он немножечко идет наискосок я хотела разбить эту геометрию и рукава закрывала иглой посмотрите какой красивый фабричный получился край мне в телеграм-канале написала не мне нам всем подругам по вязанию написала дама как перейти с резинки 3 на 2 или 2 на 3 перейти на резинку 1 на 1 чтобы закрыть иглой я открою вам этот секрет вот у меня был какой-то узор на этих рукавах и соответственно вот подол так же я закрывала вы игнорируете этот рисунок давайте я остановлюсь даже вот есть какой-то рисунок вы его игнорируете в одном из рядов до в последнем и просто вяжите петли один на один вот как у меня вот здесь посмотрите в в последнем ряду я связала один на один то есть 1 лицевая 1 изнаночная и все и потом я стала закрывать иглой эти петли а как-то переводить сложно с узора или из какой-то резинки такой сложный там 3 на 2 3 на 3 то есть я вот рекомендую вам рассмотреть как еще один вариант того как это сделать иглой но иглой мы закрываем когда у нас рисунок 1 лицевая 1 изнаночная и вот по поводу еще планки в планке я в мастер-классе конечно дала все эти видео уроки как сделать узелковый край который не растягивается очень красивый такой шишечками на краях надеюсь вам сейчас будет видно на руке что каким образом набрать итальянским способом очень мягкий этот способ не он нравится чтобы горловина была такая найти ложилась на шеи достаточно где же у меня горловина вот то есть вот такой тоже вот край очень эластичный красивый на горловине не видите резиночки такие не длинные небольшие они я специально нарочито дело он я надеюсь микрофон не шуршит из-за вот этой косынки не могла я не одеть ее хотела напялить не вдруг не дай бог она шуршит по микрофону и вот этот набор итальянский я единственный который рекомендацию могу дать вам тоже еще один лайфхак это набирайте ее на одну спицу на меньший размер чем вы потом всю резинку вяжите потому что сам этот набор такой знаете ли немножко свободноватый не такой как мы обычно классический до две спицы соединяем и вот этими пальцами оперируем когда мы делаем наш бабушкин или не знаю какой еще классический способ набора петель и я пальто конечно же вот это изнанка вот так выглядит видите одна дорожка идет лицевая которая разделяет узор и вот эту платочную вязку и я хотела вернуться таки все таки к модному базару позволите я пальто скину себя просто очень жарко тепло и в намибии второй раз я в этом кардигане он самый почти самый легкий я хотела показать чтобы вы вместе со мной посмотрели какой ассортимент участников и конечно же самый главный участник для меня которому сразу бы я устремилась если бы я была в москве или в московской области это александр пронин со всем своим оборудованием со всеми своими инструментами будет там это произойдет 23 апреля во флаконе москвичи наверняка знают что это такое я оставила вот вам сейчас вот это видео для того чтобы вы посмотрели у них есть группа вконтакте здесь также я сейчас покажу вам как выглядит группа вконтакте если вы хотите может быть даже как участник этой выставки не обязательно только как зритель и я сниму небольшой репортаж но по секрету конечно же мне снимет александр пронин я попросила говорю от вашего лица вот покажите что там на выставке у вас конечно что там будет выставлено так что мы с вами посмотрим там керамика кожные изделия сумки какие я нашла это просто вообще восторг мне понравилась пряжа ручного украшения придение много очень аксессуаров для вязания маркеры что-то еще меня там очень сильно заинтересовала но одним словом прям в прямом смысле шерстяной базар и я хочу поделиться с вами тем что сейчас конкретно я вижу это свитер ангара по мотивам нашего известного дизайнера любителя кашемира брунелла кучинели и я вот уже я не знаю 8 9 вижу этот свитер нравится мне моим заказчиком и в нем есть конечно же очень техническая особенность чтобы полную плотность изделия окончательно видите только в поиск по завершении вязания по одной простой причине что надо будет распускать изнаночные дорожки петель до конца до резинки для того чтобы он трансформировался вот из двух вот таких потрясающих ниток я вижу одна из них кидмахер с люрексом и с мериносом а вторая пряжа я бы назвала ее кашемиром и никто бы не сказал что это не так это пряжа гармония очень популярный известный бренд лэнг ярн очень тонкая для того чтобы вот эту совсем уж невесомость и воздушность из этого так скажем изделия немножко убрать у меня вот я вам показывала разные вот такие фиксаторы уже спустила петли поленилась одеть и сидела но минут десять я потратила на то чтобы вернуть петли там много очень петель перекрещенные косы накиды и мне приходилось не раз себя ругать и все равно я забываю одевать вот такие фиксаторы которые точно уже не дадут убежать нашим петлям сейчас узор без спущенных петель я покажу вам как выглядит вот так и в конечном итоге он будет выглядеть вот таким образом то есть я довезу до тех мест которые либо петли закрываются либо фиксируются спускаю сначала потом продолжаю свои манипуляции по скосу плеча будет в этом свитере вы образный вырез двух сторон он такой знаете ли совсем будет открыт и невесомый хоть я вижу из очень тонких материалов вот как вот этот вот намибия посмотрите но я прямо сильно запарилась и мне сейчас жарко то есть я хочу разоблачить этот миф чтобы было тепло надо чтобы тебя кирпич ватный придавил кровати оказывается совсем не обязательно такие вещи тяжелые носить и греться при этом и вот этот вот свитер ангара он кстати тоже будет достаточно теплый потому что вот это потрясающее блестящая с люрексом пряжа хочу чтобы вам видно было как она бликует это кидмохер и кидмохер ну тоже в очень достаточно теплый материал и вот я для него как раз и выбираю всегда такие узоры дырчатые вот и как вот это вот моя намибия несколько слов хотела сказать о локации на моем канале здесь в ю тубе сколько мы с вами здесь будем встречаться неизвестно говорят что не очень долго напоминаю хочу сказать вам что у меня есть группа вконтакте теперь еще есть рутуб у меня до загружаю туда ролики яндекс дзен телеграм-канал где мы беседуем спорим кто-то доказывает свою истину очень интересные бурные там дискуссии ответвление телеграм-канал и дискуссионный клуб сама дискуссия происходит на параллельной площадке где вы можете друг другом общаться и получать гигантское количество файлов софия нам с вами их вот так щедро как знаете ли какая-то богиня плодородия вот так раздает и софия большой привет тебе от всех нас от меня конкретно за эти за доступные файлы которые можно скачивать листать смотреть журналы схемы и все остальное и сейчас новости от контакта можно автоматически загрузить весь мой контент туда в мои пушистые истории вконтакте и наслаждаться роликами если они вам пригодятся понадобятся или уроки по вязанию которые раньше у меня жили на ютубе а в описании ко всем роликам вы открываете и там есть ссылки на все эти ресурсы я хочу пожелать вам и тех кого считайте близкими и родными всего самого-самого доброго и говорю вам пока а